Ему присвоили звание Героя Чечни. Есть такое учрежденное Кадыровым звание, когда... Оно, кстати, история этого звания, это медали. Я вам расскажу немного. Причина того, что они это учредили, была в том, что мы постоянно их упрекали в том, что они герои России, но не чеченского народа, не герои Чечении. Причина в том, что в республике активно, причем, в первую очередь, в окружении Кадырова знают об этой грязной истории дубайской. В Чечне произошли очень важные события, очень важные кадровые перестановки. Значит, дочь Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, стала вице-премьером, пошла на повышение, была министром культуры, теперь она вице-премьер. И самое важное, наверное, событие, это то, что тот самый отпрыск Кадырова, Адам, ему присвоили звание Героя Чечни. Есть такое учрежденное Кадыровым звание, когда... Оно, кстати, история этого звания, это медали. Я вам расскажу немного. Причина того, что они это учредили, была в том, что мы постоянно их упрекали в том, что они герои России, но не чеченского народа, не герои Чечении. Мы им говорили, что Дудаев, Масхадов, Басаев, они герои Чечении, они герои чеченского народа, а вы герои России. И они в какой-то момент, их, видимо, осенило, действительно, это ведь так получается, мы герои России, мы тоже должны, значит, сделать, ввести вот этот вот орден Героя Чечни. И ввели его, в первую очередь его дали Рамзану, там, в общем, всему его окружению. И вот это звание теперь присвоено и к сыну Рамзана Кадырова. Это такое, знаете, такая ситуация, когда вот сам, человек сам палится. Вроде есть информация, да, про грязную историю, связанную с этим отпрыском. И там, где они должны, наоборот, вести себя, но если они не хотят это признавать, не хотят это комментировать, то они должны делать вид, что ничего подобного не происходит. А они, наоборот, этими своими действиями палятся. И если до этого, когда появилась информация о том, что он избил этого заключенного Никиту Журавеля, если люди как-то скептически относились к этой версии, которую я изначально говорил, что причина в репутации этого отпрыска, причина в том, что в республике активно, причем в первую очередь в окружении Кадырова, знают об этой грязной истории дубайской. И что причина вот этого хода, да, типа он избил там того, кто свернил Коран, была попытка исправить потерянную репутацию. К этой версии, если люди относились скептически, многие, и вы заметите, даже журналисты там, освещающие эти события, изначально вообще об этом не говорили. Говорили о том, что Кадыров пытается отвлечь внимание от своего здоровья, что-то такое, были первые главные версии, были эти. Потом закидывается видео, как он избивает этого парня. Это ведь тоже, они палят сами себя. Но опять, если кто-то, ладно, какое-то количество людей приняло, еще задумалось об этой версии, но опять многие ее отвергали, то сейчас уже даже те, кто до конца не хотели в это верить, даже они теперь поняли, в чем истинная причина. Сейчас-то нет никакой необходимости отвлекать внимание. Сейчас-то понятно, что Кадыров в никакой коме не был, что в целом, да, конечно, здоровье подорвано, но парень выкарабкивается потихоньку. Да, навряд ли будет теперь тягать штанги, и передавать нам эстафеты по бегу, отжиманиям. Но в целом, жить вроде будет. Вполне себе даже сможет там ездить, что-то там активно даже работать. И вот этот вот ход, дать звание героя Чечни своему сыну, он наоборот спалил тебя, Кадыров. Ты не понимаешь, что этими методами ты его героем в Чечне не сделаешь. От того, что ты ему дашь, повесишь на него этот орден, там звание, где-то грамоту ему дашь. От этого для чеченцев он героем не станет. А наоборот, те, которые даже не верили в эту историю дубайскую, которым казалось, ну это тумач какой-то, да нет, навряд ли. Ведь такие были. И я таких, и даже те люди, которые со мной общались, и мне высказывали сомнения, после этого твоего хода написали, ты, оказывается, был прав, брат. Вот теперь понятно. Поэтому ты спалился, дурачок. Тебе ни в коем случае нельзя было это делать. Тебе нужно было просто игнорировать. Но ты и здесь даже не справился. Ты даже здесь не понял, как себя вести. Ты можешь еще много разных наград на него повесить. Но это лишь укрепит ту информацию, которая о нем будет. Так что от этого тебе уже никуда не уйти. И героями чеченского народа, героями чечений становятся не путем навешивания орденов. У нас есть герои, любимые народом люди, у которых никогда не было этих званий. Даже вот этот орден Омэн-Си, честь нации, который был введен в период нашей независимости, у нас не определялся герой наличием у него этого ордена или его отсутствия. Истинные герои нашего народа даже не имели никогда этих орденов. Даже не было тогда такого ордена. У Шейха Мансура не было ордена. У Абрека Зелимхана не было ордена. У Байсангура Бенойского не было. Джохар Углея вообще посмертно дали. Считайте, что тоже не было. Понимаешь? Есть много ушедших сейчас в эту войну героев, о которых люди говорят с любовью, о которых очень много историй, их доблести, их героизма, их смелости, отваги. У этих людей не было этого ордена. Суть героизма не в наличии ордена. Нельзя сделать человека героем, дав ему орден. Чтобы сделать человека, чтобы человек стал героем для людей, примером для подражания, примером, человеком, объектом восхищения, он должен совершить подвиг. Он сам должен что-то сделать. А орден это лишь отметка его подвига государства. То есть, когда человек делает, совершает подвиг, народ это воспринимает, народ начинает его чествовать, и государство как бы отмечает этот подвиг, говорит, да, действительно, вот тебе еще и орден, понимаешь? Вот так это происходит. И подвигом не является избить заключенного. Ты пойми это. Нельзя стать героем, избив заключенного. Ну, в данном случае конкретно этого. Когда у тебя власть в руках, ты можешь в любой момент прийти в эту тюрьму, тебе туда ход открыт, а этот человек находится там в заключении под твоей властью, и просто, значит, надавать ему тумаков, и стать героем нельзя. Есть ситуации, когда, может быть, избив заключенного, кто-то стал бы героем, но это только в том случае, если бы он сам был бы заключенным, или это не был бы человек, там, представитель власти, то есть он попал бы в эту тюрьму, и не так, что ему открыли все двери. То есть я допускаю какие-то, там, может, индивидуальные ситуации. Я не говорю, что, в принципе, избиение там. То есть если кто-то совершит акт возмездия, как, например, это сделал Юсуф Тимирхан, допомилует его Всевышний Аллах, конечно, он стал героем, конечно, это был геройский поступок. Но ты бы, например, давай представим себе, смоделируем ситуацию. Если бы Буданов был бы задержан, сидел бы в тюрьме, и твой пасынок пошел бы, твой сын пошел бы в тюрьму, вы вместе, точнее, пошли бы, вам бы откили все двери, вы бы туда зашли, и твой сын бы его там избил, он от этого героем бы не стал, понимаешь? Потому что здесь, ну нет здесь героизма, здесь нет никакой проблемы для твоего сына. Героизм – это когда ты жертвуешь собой. Обязательно это, понимаешь? Ты не можешь стать героем, когда ты ничем не рискуешь, когда ты ничем не жертвуешь. Это как два, представь, две ситуации, когда один, допустим, очень богатый человек и очень бедный человек. И вот эти вот два человека, допустим, один дает, скажем, тысячу рублей, к примеру, оказывает кому-то помощь, и второй дает тысячу рублей. Вот этот бедный человек, он отдает, допустим, последние свои деньги, тысячу рублей для того, чтобы оказать кому-то поддержку. И богатый человек, для которого тысячу рублей – это вообще вместо салфетки он использует, и он отдает тысячу рублей, они вроде бы одно и то же действие сделали, но действия бедного человека заслуживают уважения. Он пожертвовал там своими кровными деньгами, всем своим состоянием на этот момент. А богатый просто не заметил даже то, что он дал, понимаешь? И в данной ситуации его поступок не будет абсолютно, не заслужит он того уважения, которое заслужил бедный человек. Как же и здесь, когда кто-то, рискуя своей жизнью, акт возмездия совершит, и он заслуженно получает свою героизацию, ты не можешь ее так получить, ничем не рискуя, ничем не жертвуя, просто придя, там, перед тобой все двери открываются, ты не можешь это сделать, понимаешь? И исправить ты это не сможешь, просто повесив там орден, который тоже находится в твоем ведении, под твоей властью. Ты кому хочешь его даешь, кому хочешь его даешь, не так становятся чеченскими героями. Пойми это.